На общественном совете города-курорта ставят вопрос так. Надо выступить единым фронтом против строительства на Крымской и Красноармейской. Собственник участка пытается высудить право занять эту территорию очередным магазином. Но еще один торговый центр, тем более на месте востребованного остановочного комплекса, не нужен. Дело-то сегодня мы не проводим контроль из-за тем, как мы контролируем кого-то, администрацию. Мы сегодня проводим именно вот такое, чтобы провести от общественности, от общественного совета, именно правильно сказал Анатолий Максимович, поддержать. Действительно, что он не один, а что с ним сегодня находятся жители нашего прекраснейшего города-курорта. И все. Чтобы он, когда будет, ну грубо это сказано, можно сражаться, чтобы он знал, что у него есть и слева, и справа есть поддержка. Вот и все. Лидеры общественных и ветеранских организаций, координаторы органов ТОС выступают от имени Анапчан. Общественный совет сегодня собирался по многочисленным обращениям граждан в Совет общественности при главе о том, что беспорядочно ведутся строительные работы на территории муниципального образования. В частности, сегодня речь шла по обращениям жителей на перекрестки Крымской и Красноармейской, где разворачивается новый объект строительства. Телевидение передавало, что это будет магазин, сейчас говорят, какой-то общепит, но там вообще закрыли магнит и сузили стоянку до невозможности. И мы поддерживаем нашего главу Юрия Федоровича о том, чтобы прекратить эту беспорядочную застройку. И я как старожил уже, что ли, в Анапе, я помню, как мы боролись за то, чтобы улица Горьков была, прогулочная улица и как можно меньше было там транспорта. И мы выступаем за то, что в городе должно быть больше лесонасаждений, клумб. Это легкие города. Город должен дышать не газами, а выхлопными. Мы хотим поддержать главу, и мы просим его. Он наводит порядок, и очень хороший порядок наводит в торговой сфере. Мы хотим, чтобы у нас не было столько магазинов. У нас на каждого жителя по три магазина. Достаточно. Нам нужны зеленые зоны. Там когда-то была зеленая зона, там были розы цвели, там стояли лавочки, там был павильон остановочный. А что сейчас осталось? Никакой лавочки, и люди сидят на своих сумках. Поступил ряд интересных предложений. Например, создать реестр объектов, в строительстве которых Анапа не нуждается. Или создать общественный контроль в тандеме с экспертной оценкой. Я считаю, что развитие города Анапы должно идти в правом поле через согласование мнений специалистов и обязательно предложений населения. Чтобы люди четко и ясно видели, что их ждет в будущем. Будут ли остановки, будет ли общественный транспорт, будет ли зеленая зона. Достаточно магазинов, больниц, садиков и прочее. Поэтому вот в этой части я и предложил, что просто вот так набегом, наездом на строителей ничего не получится. Мы должны найти все-таки с ними консенсус, чтобы они не искали защиты в суде, обращались к обществу, к местной власти, договорившись, делали Анапу лучше. Ну, исходя из, собственно, красивой инициативы. По магазинам, по ресторанам, по пляжам и так далее. Продолжение следует...